и как видите на диване уже все получше я прибралась потому что сегодня ровно две недели как я переехала и завтра приезжает мой дорогой человек который я надеюсь поможет мне снять видео более как бы типа а-ля день со мной чтобы мне приходилось время себя снимать а пока небольшой короткий дайджест на то что происходило в последнее время за эти две недели первая неделя была такой меня сначала подшивали везде где я хотела работать и с кем хотела затусить вот и я такая ну знаете я буду выполнять вторую цель по которой я приеду в посту буду писать тут книги в тишине в природе но вдохновение ко мне тоже не приходило я отвлекалась на то чтобы восстановить события в своей голове потому что я поняла что я уже как будто когда что было в общем воскресенье то есть в конце моей первой неделе а я переехала в субботу жизни в хосте я отправилась на пляж где чуваки сапсерфят и в том числе серфят и перед этим еще списалась с чуваком который здесь преподает серфинг и вот он сказал короче приходи познакомься там у девчонок возьмешь сап потому что я записывалась на занятия в воскресенье вот я сходила значит посапил первый раз кстати в жизни и вот так я не смогла встать то есть я на коленочках упасет потому что вода еще холодная хотя на улице жарко и я сапла только в купальнике вода достаточно холодная и поэтому как-то я когда вставала и меня так пошатывало думала нет сейчас упаду и мне это не будет приятно вот на следующий день после этого я пришла а еще я увидела так вот и началась вторая неделя в понедельник день не тяжелый получился потому что я поехала серфить и было очень круто хотя я поняла что все надо восстанавливать сначала что мне тяжело грести ну как бы мне всегда было тяжело грести но в общем сейчас опять тяжело грести и в общем и еще надо снова как бы учиться этому балансу в общем все учитывая то что последний раз серфила когда год назад даже уже больше в африке как бы три раза все надо восстанавливать но но появились некоторые друзья знакомые которые меня в общем чали учить вот а я обещала их учить жизни нет в общем наконец-то у меня здесь появились знакомые и собственности вся вторая неделя прошла так что мне ко мне наконец-то а так я так все структурировано рассказываю я не могу короче говоря вторая неделя была намного лучше первой в том смысле что такая вот беспокойность и потерянность она стала переходить в то что я поняла что не все обязательно должны тебе быть рады когда ты переезжаешь в другой город не все рады экстравертам которые хотят со всеми знакомиться и это нормально и не обязательно со всеми дружить и общаться вот и в общем то на второй неделе вот я постеркала пообщалась с ребятами покаталась с ребятами погуляла по рощи несколько раз и собрала себе бамбук который сейчас его надо показать первый бамбук он видео где я его мою мы его принесли домой сейчас я хочу его помыть чтобы его потом наверное ставить в клеточки ну или кусочку пармы или его можно будет не зажать уже я не знаю для чего мы взяли до мистера бамбук но в этом явно есть какое-то предназначение я думаю может быть не знаю мне кажется что его из него можно сделать надо как какой-нибудь бьюти блогер вот так он выглядит вот так я подумала что это может быть либо ваза вот так вот сюда ставить цветочек ну без воды тема а потом когда я шла как раз занятия по серфингу я собрала вот этот и он мне показался похожим на меч я тут кто был на моей презентации книги и где-то я еще это возможно рассказывала я говорила что очень часто на какие-то сцены в книге меня могут вдохновить какие-то вещи и я проигрываю эти ситуации в жизни потому что так мне потом их еще больше интереснее описать потому что я прям это все представила так как будто я посмотрела это в реальности или там в кино и в общем я представила что это короче магический меч я его уже писала в книге в приквеле к рассветам наших дней и я тут ходила вечером выпила вина включила себе в наушники музыку с horizon zero и еще представлял надо сделать для инстаграма я хочу какую-то такую фотографию типа ясмичу бамбуковый меч в общем этот меч вдохновил меня и у меня на второй неделе прорвало и с книжкой и я написала где-то почти три главы наверное я закончила одну одну написала и одну уже почти закончила и как бы выложила их уже в группу записки на запястьях вот так в общем-то прошла вторая неделя не очень богат на события хотя для меня кажется круто уже очень много всего произошло и со следующей недели я хочу уже снять какой-нибудь более out of doors видос потому что сейчас только вот так со вставками потому что у меня сломался динамик с фронтальной камеры но это другая тема вот поэтому очень сумбурно я вам рассказала как все было как все было как все было вот так короче типа я представила в книге будет спойлер но не спойлер это будет инсайт это будет короче у одной девушки магический меч И он не просто типа хать-хать и махаться, а она будет его там ха-а-а-а, и он будет вызывать ноги и все мои жили. У меня в голове не такое. Вот. В общем, думаю, хватит для второй части, потому что я предвкушаю, что следующая должна быть более динамик. Вот. Вот. Субтитры подогнал «Симон»